Доброе утро, уважаемые трейдеры и всем, кто следит за финансовыми рынками. Сегодня 26 августа, торговая сессия вторника. Как всегда, в рамках нашей пятиминутки обозначим основные фундаментальные события прошлой торговой сессии и попытаемся определить направление движения ключевых финансовых инструментов на предстоящих торгах. Сегодняшний отчет аналогично начнем с анализа динамики пары американская валюта российский рубль. Пара доллар-рубль провела в узком ценовом диапазоне торговую сессию понедельника в ожидании встречи президентов Украины и России. Начав с отметки 36.08, рубль активно провел утреннюю сессию и уступил доллару по итогам дня 6 копеек. Низкая активность на рынке связана прежде всего с неопределенностью исхода встречи в Минске, однако по заверениям сторон следует ожидать мирного решения конфликта. Помимо этого, низкая рыночная ликвидность была вызвана малой активностью корпоративных секторов и выходным днем в Великобритании. Полосы Больнджера показывают невысокую влатильность по паре доллар-рубль. Скользящий средний индикатор аллигейтера гистограмма МАГДИ предвещает консолидацию пары в ближайшее время, однако завершение уплаты по НДПИ. Сокращение ОВП России в июле на 0,2% оставляет рублю в качестве поддержки лишь надежду на мирный исход переговоров в Минске. Поэтому прогноз наш по паре – это снижение в сторону отметки 35.70. Далее по фунту. С учетом выходного банковского дня в Великобритании, в понедельник пара торговалась на фоне американских новостей. Обозначив пятимесячный минимум 1.6534, пара фунт-доллар начала сессию с гэпом на отметке 1.6547, продемонстрировав восстановление позиций прошлой недели. Негативная статистика по США, в частности снижение индекса деловой активности в секторе услуг марки до 58.5 против прогнозов 59.5, обозначили временное ослабление американского доллара против фунта, позволив второму восстановиться к закрытию торгов до отметки 1.6567. Полоцы Больджера показывают среднюю волатильность по паре фунт-доллар, а скользящие средние индикаторы Аллигейтера, также как и гистограммы МакДива, указывают на возможную консолидацию пары в ближайшее время и движение в существующем диапазоне. Скорее всего, снижение фунта замедлится, однако мы еще увидим движение к отметке 1.65 ровно. Далее по евро. В торговую сессию понедельника пара евро-доллар продолжила снижаться на фоне слабой статистики по Германии. Начав торги с отметки 1.3196, евро-доллар показал двойственную динамику, но в итоге евровалюта уступила 11 пунктов. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Германии оказался ниже прогнозных значений на уровне 111.1 против 112. Индекс делового оптимизма также оказался ниже прошлых значений и составил 106.3 против прогноза 107. Настроение по паре остается негативным и ожидать, когда медведи возьмут перерыв, даже с учетом вчерашнего гэпа, пока не стоит. Несмотря на то, что пара выглядит перепроданной, наличие позитивных факторов для укрепления доллара, а также последний комментарий от ЕЦБ насчет скорого количественного смягчения и снижения спроса у инвесторов на европейские активы, безусловно окажет давление на пару, способное отправить ее к отметке 1.30. Полосы Больнджера показывают низкую волатильность пары на ближайшие торги. Гистограмма Акди растет к нулю с 8-й линией, не исключая возможного краткосрочного восстановления пары к отметке 1.3215. Движение скользящих средних индикатора Alligator говорит о консолидации пары на нынешнем уровне. Помимо этого вызывает беспокойство тот факт, что геополитическая напряженность стала сказываться на экономике Европы, а отсутствие позитивных факторов не дает поводов ожидать ее улучшения в ближайшем будущем. Таким образом, наиболее вероятный сценарий – это снижение евро-доллара в сторону отметки 1.3130. Далее по нефти. На торгах в понедельник цены на нефть марки Brent выросли с 14-месячного минимума в связи с геополитической напряженностью в ряде стран. Торговля началась с отметки 101.78 за баррель, продемонстрировав скачок цены в течение всей сессии на 89 центов. Несмотря на рост добычи из Ливии, продолжает сохраняться риск в поставках в связи с боями в Триполи и нестабильной обстановкой в Ираке и на Украине. Не стоит также исключать вероятные скачки в цене на Brent, так как угрозы снабжения компетируют повышенные предложения на рынке. Полцы Болинджер демонстрируют среднюю волатильность, а скользящие средние индикаторы Alligator устремились вверх, предвещая рост цены. Гистограмма МакДи движется выше нуля, однако сейчас не самое подходящее время для открытия длинных позиций. В связи с этим вряд ли стоит ожидать дальнейшего снижения цены, которая может оказаться критическим для некоторых стран ОПЕК. Таким образом, наиболее вероятное движение это рост марки Brent в сторону отметки 104 доллара за баррель. Ну а на этом на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Всем я желаю успешной торговли и до свидания.